Мы связались с одним из очевидцев трагедии, и вот что он нам рассказал. Повалил оттуда дым, я кричу мужу, что у нас там осталась мама моя свекровь, и мой сын был прицеплен к этому верёвочному канату. Мой муж побежал туда, получается, и я стою, я ребёнка не одеваю, я только жду, что когда выйдут они. Буквально проходит минута-полторы, выбегает муж, выбегает мой ребёнок, обожжённый весь, красный, и выбегает, получается, моя свекровь. Муж остаётся, забирает коляску, мы убегаем вперёд. Мы все вместе, когда выбежали на улицу, я поворачиваюсь, а мужа нет. Мужа не было где-то минут, может быть, пять, пять-шесть, вот так где-то. Как он рассказывает мне потом, он, получается, нас отправил, взял коляску, спустился на третий этаж, увидел, что мы стоим внизу голые. Он поднялся обратно, там уже было всё черным-черно. Когда он выбежал, он был весь уже красный муж, и весь в носу у него было всё чёрное. То есть спустя такое короткое время там всё завалило дымом. А уже дома, когда мы начали разговаривать со свекровью, что всё-таки там произошло, тут меня просто охватил ужас, потому что взрыв произошёл рядом с ребёнком, со старшим. Когда он прошёл вот это испытание, где у меня видео выложено, он остановился на балке, чтобы пройти следующее испытание. Произошёл взрыв с левого края батута. Там, как сказала свекровь, там был хлопок, взрыв, очень громко. И резко начало пламя охватывать всё, то есть в секунду. Ребёнка не могли отсоединить, его пыталась свекровь стянуть оттуда, но у неё ничего не получалось. В итоге девочка, сотрудница, увидела, подбежала к ним, залезла на полутораметровую вот эту вот высоту, где у меня ребёнок стоял. Она отцепила карабины, и они уже все вместе оттуда убегали. Когда у меня мама выбегала, она сказала, что я, говорит, обернулась назад, там было всё в огне, и он за ними шёл этот огонь. И никого там не было уже. То есть они самые последние. Даже те видео, которые появились, было видно, что там всё в огне, но люди ещё бежали. А они, получается, последние убегали оттуда. Конечно, когда они оттуда выбежали, у мамы часть головы, у меня, во-первых, всё в шишках было. Такое ощущение, что ей что-то падало на голову. И всё было в крови, в запёкшейся крови. Народа было очень много, просто куча детей. Инвалидов я видела там, когда мы поднимались наверх. То есть что-то они там праздновали. Сирены не было, не было пожаротушения, даже не сработали, вот, как бывает, вода опрыскивает. Мы, как узнали, это только по реакции людей, что они кричали. И дым пошёл тут же, моментально. То есть ничего не было. Люди, которые были на третьем, втором и первом этаже, мы, когда спускались по лестнице, все орали, что пожару убегайте. И тогда уже начали и инвалидов вывозить, и начали с первого этажа эвакуироваться. Кого мы по пути смогли предупредить, это вот золото девочки-продавцу сказали, чтобы убирали оттуда людей. Вокруг здания оцепление. Местные жители, кто-то ходит, подходит мимо. С цветами людей пока не видно, но, собственно, и возложить их пока некуда, потому что оцепление где-то метров за сто от здания торгового центра. Ну, все люди, конечно, в шоке от всего произошедшего. Многие всю ночь не спали, узнавали в порядке ли с знакомыми, с семьями, с родными, с друзьями. Город был очень сильно задымлён. Вчера здание горело весь вечер, и, насколько я понимаю, всю ночь, то есть, по словам очевидцев, и языки пламени из здания ночью были видны, пожарные работали всю ночь. Задымление было достаточно большое. Вообще, по ощущениям, как будто горел, не знаю, склад огромный по состоятельных материалам, потому что, как я уже говорил, я находился совершенно в другой части города через пять часов после начала пожара, и в воздухе был ощутимый запах гари, поэтому было задымление очень сильно. Этот торговый центр был очень популярен, и самое страшное, что популярен он был у семей с детьми, потому что было очень много аттракционов, игровых автоматов, кинотеатр, каток, и семьи с детьми очень часто посещали в огромных количествах. Я был в этом торговом центре на выходных, но первое, что бросилось в глаза, бросать в глаза, это огромное количество людей, огромное количество детей, которые там есть. Ну и, по-честному скажу, я обращаю внимание на то, что с пожарной безопасностью очевидны проблемы, потому что маленькая лестница на четырехэтажное здание, каждый этаж, чтобы вы понимали, ну несколько тысяч квадратов. Вообще-то, на самом деле, я думаю, картина там была, конечно, страшная.